Ну что, программа Coffee Break стартовала на радио Алис. Доброго всем дня, друзья. С вами Лариса Ковалева, мой напарник-коллега Алексей Шернин. Здравствуйте. Ну и о том, кто у нас в гостях. Совсем скоро, 13 сентября, состоятся дополнительные выборы депутата в Государственное собрание Куралта Республики Башкортостан. Так вот, в гостях у нас председатель Территориальной избирательной комиссии города Кумиртао Дзема Сергей Иванович. Здравствуйте, Сергей Иванович. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы, наверное, более подробно расскажем про дополнительные выборы депутата в Государственное собрание Куралта Республики Башкортостан. Какие они по счету и так далее? То есть, чтобы народ не путался? Ну, выборы эти дополнительные, дополнительные, потому что тот депутат Государственного собрания Куралта Республики Башкортостан по Кумиртарскому избирательному округу Макаров Андрей Юрьевич, он снял свои полномочия, освободилась вакансия в депутатском корпусе и Центральная избирательная комиссия своим постановлением 11 июня нынешнего года объявила у нас дополнительные выборы. Понятно. Как раз в единый день голосования. Поэтому и называется выбор депутата. Депутат у нас один депутат. Ну, 13 сентября это единый день голосования, то есть в Кумиртау, насколько я знаю, в Тоймазах еще подобные выборы проводят. Да, дополнительные выборы Кумиртау и Тоймазах. А так 13 сентября по всей стране где-то на каком-то уровне определенном, но проходят выборы, насколько я тоже... Ну, в основном в республике избирают депутатов сельских поселений, поэтому во всех районах республики практически проводятся выборы. Еще дополнительные выборы, насколько я знаю, проводятся в Городской совет города Ухо. Ага. Понятно. Тоже 13 сентября. Да, да. Все выборы проводятся в единый день голосования, второе воскресенье, сентября. Ну, вот буквально осталось совсем немного дней, сколько? Четыре дня получается, если этот день считать. Ну, сколько кандидатов, кто претендует... Кто выдвигает свои кандидатуры. Выдвинулись у нас на этот депутатский пост пять кандидатов и территориально... Вернее, окружная избирательная комиссия, а на территориальную избирательную комиссию возложены полномочия окружной избирательной комиссии Кумертовского избирательного округа. Окружная избирательная комиссия зарегистрировала пять кандидатов, но один кандидат впоследствии снял свою кандидатуру и комиссия аннулировала его регистрацию. Поэтому сейчас у нас осталось четыре зарегистрированных кандидата. По Афравиту это Варламов Максим Владимирович, индивидуальный предприниматель. Он выдвинут избирательным объединением политической партии «Патриоты России». Гайсин Хайдармин Шарифович, генеральный директор ООО «Акрополь», выдвинут избирательным объединением политической партии «Единая Россия». Гладил Николай Николаевич, арбитражный управляющий ООО «Ресурсы Урала», выдвинут избирательным объединением коммунистической партии «Российская Федерация». И Диченко Артем Александрович, генеральный директор ООО «ТСК Развитие», он выдвинут избирательным объединением политической партии «ЛДПР». То есть у нас четыре зарегистрированных кандидата. А тут пятый кандидат, который должен был. Пятый – это Никитин Александр Сергеевич. Право есть у каждого кандидата написать заявление. И снять свою кандидатуру. Чем он воспользовался – это его право. Понятно. Ну, сколько у нас избирательных участков? То есть что-то изменилось? Или у нас порядок голосования? Особенность есть в связи с тем, что такие у нас не были? У нас также 26 избирательных участков. Эти участки определены еще в 2013 году. И те небольшие изменения, которые были в прошлом году и в этом году, они связаны лишь с тем, что дома у нас по-советской сносятся. Какие-то дома снесли, уже эти дома исключили. На момент утверждения вот этого измененного, уточненного списка избирательных участков, это было 24 июля, когда глава администрации подписывал постановление. Вот те дома по-советской, которые вот сейчас разбирают, они еще существовали, они есть там. Там есть прописанные люди. Кто-то, видимо, не успел прописаться на новый адрес, поэтому эти дома фигурируют в списке, хотя вроде бы их уже... Физически уже практически не существует. То есть люди, если там прописаны, если к моменту дня голосования списки уточняются каждый день, если они оттуда выпишутся все, то там, естественно, жителей в этих домах не будет, они уже где-то будут прописаны по новому адресу. А в принципе они, часть еще и прописаны там. То есть это никакой неразберихи не вызовет? Нет. Дело в том, что вообще списки избирателей уточняются всегда. То есть ежемесячно федеральная миграционная служба, служба ЗАГС, военкомат предоставляют сведения о выписывшихся, умерших, призванных в армию, вернувшихся из армии... Достигших 8 минут. Да, во время выборов все это делается чаще, раз в две недели, последнюю неделю каждый день эти сведения предоставляются, они уточняются, то есть соответствующие сведения передаются в участковую избирательную комиссию в списке, ведь уже там, и в соответствии вот с этими изменениями они вносят изменения в сам список. А можно проголосовать прийти только по месту жительства, то есть только в свой избирательный участок, либо нет? Ну вообще избиратель может проголосовать только на том избирательном участке, на котором он включен в список избирателей. Но есть нюансы, связанные с такими вещами, что даже те члены участковых избирательных комиссий практически во время своей работы они уйти с этого избирательного участка, где они работают, они не могут. А списки, они в другом месте, поэтому существует процедура выдачи открепительных удостоверений. Поэтому открепительные удостоверения выдаются, вот насколько я помню, на вчерашний день мы ежедневно собираем сведения, где-то выдали в пределах 38-40 открепительных удостоверений. Их в этом году мы выдаем немного, потому что закон предусматривает, что открепительные удостоверения действуют только в пределах избирательного округа. А избирательный округ это город Кумертау, села Маячный, Еровка, Алексеевка, Уралка. Все. Когда выборы, допустим, были у нас в 2013 году, ведь государственное собрание состоит из двух частей. Одна часть, 55 человек, избирается по одному датным округам, как вот мы сейчас выбираем, а вторая часть избирается по партийным спискам. Тогда мы получали на выборах два бюллетеня. Один бюллетень по выборам депутата по одному отдатному округу, а другой по выборам по партийным спискам. Там фактически округ по партийным спискам, это вся республика. То есть можно было, студент, если он обучается в эфире, здесь постоянно прописано, он получил открепительное удостоверение, проголосовал там. На любом другом избирательном участке, но там получил бы он только бюллетень по партийным спискам. А сейчас у нас выборы только дополнительные в нашем избирательном округе. И фактически, если кто-то выезжает на север, выезжает вот тот случай, как я говорю, получать открепительное удостоверение смысла нет, потому что просто там нет избирательного участка, где бы и выдали ему бюллетень по выборам депутата. А что делать? Ну да, если хочется проголосовать. Мы и хотели бы, но закон предусматривает так, что вот можно было бы как бы использовать то досрочное голосование. Сейчас существует такая практика, но закон предусматривает, что досрочное голосование, оно только на муниципальном уровне. Вот там, где выборы в сельские поселения, там за 10 дней до выборов начинается досрочное голосование. А на выборах депутата в государственное собрание законом оно не предусмотрено. То есть ответственному гражданину, так скажем, переживающему за судьбу нашего города, ну, по тем или иным причинам, возможно, предстоит именно в воскресенье, а может быть в субботу, ну, неважно в какой день, то есть в тот день, в день выборов, он, например, будет отсутствовать. То есть у него уже права голоса не будет. Да, ну, нет. Права голоса у него есть, он не воспользуется. В другом, да, в другом городе, то есть в том месте, где он будет находиться, он не сможет им воспользоваться. Да, не сможет воспользоваться, но это уже надо подстраиваться самому, чтобы быть в день голосования, прибыть на тот избирательный участок, где он включен в список избирателей. Беседа действительно увлекательная, что мы даже решили не прерываться на музыкальную паузу. Кофебрейк программа продолжается. Я напомню, что сегодня в гостях у нас председатель территориальной избирательной комиссии города Кумертао Дзема Сергей Иванович. Мы говорим про дополнительные выборы депутата в Государственном собрании Курулта Республики Башкортостан, которые пройдут 13 сентября в нашем городе, в городе Кумертал. Итак, о том, если человек куда-то выезжает, соответственно, бесполезно прикрепительное и неприкрепительное, и так далее, брать этот самый бюллетень. Это действительно бесполезно, то есть человеку не будет возможности проголосовать. А если человек заболел, что с этим делать? Если человек заболел, закон, как федеральный, так и кодекс Республики Башкортостан предусматривает, что он может обратиться в ту избирательную комиссию, в которой он включен в список избирателей, с заявлением о предоставлении ему проголосовать, как мы говорим, на дому. Вот это заявление может быть передано письменно, может быть устно. Избиратель может даже передать через других, через соседей, через родственников. Но вот эти вот заявления, они принимаются за 10 дней до выборов, и последний срок представления этих заявлений, то есть звонков по телефону, как мы часто бываем, 14 часов 13 сентября. То есть в день после 14 часов уже не принимаются эти звонки, потому что комиссии надо сориентироваться со списком, там ведь людей же еще надо направить, там список желающих проголосовать бывает довольно длинный, поэтому надо стараться избирателям все же уложиться вот в это время. Но я просто хотел бы еще напомнить, не обязательно самому, можно через соседей, через родственников, но надо передать участковую избирательную комиссию. Ну можно же позвонить. Да, телефон, позвонить, телефоны, они указаны, можно посмотреть на сайте схему избирательных участков, там есть раздел выборы, есть подразделы документы, там информационные сообщения, и просто-напросто позвонить по тем номерам телефона, а там в схеме избирательных участков есть. А если у человека нет доступа к интернету, например, что делать? Может быть мы озвучим тогда номер телефона? Это много, я на памяти номера не помню, это, во-первых, 26 избирательных участков, но можно позвонить в территориальную избирательную комиссию 42478, мы всегда подскажем. И если кто-то не знает, в какой избирательный участок входит, я говорю, это было напечатано в газете, где все дома расписаны, но в любом случае позвоните нам в комиссию территориальную, мы всегда подскажем номер телефона участковой избирательной комиссии, и можно будет туда позвонить. Комиссия участковая работает сейчас в рабочие дни с 14 до 20 часов. Сделано это специально, чтобы те избиратели, которые работают, могли получить открепительное удостоверение после работы. Ну это удобно. А вообще, вот если вы уже говорите о непосредственном голосовании, пришел на избирательный участок 13 сентября, получил бюллетень, что он из себя представляет? Избиратель, который включен в список избирателей, получает избирательный бюллетень, это формат А4 лист, в котором в алфавитном порядке представлены фамилии всех зарегистрированных кандидатов, фамилии, имя и отчество, год его рождения, место жительства, основное место работы и занимаемой должности, и также есть отметка о том, каким избирательным объединением он выдвинут. Справа от фамилии от данных кандидата расположен квадрат, поэтому голосование проводится путем внесения любого знака вот в этот квадрат, по отношению к кандидату, в пользу которого избиратель хочет сделать выбор. То есть хоть кракозян был нарисован, но главное, чтобы... Даже если что-то он там написал, даже, к примеру, написал он против в этом квадрате, но ведь эта запись будет считаться, как он проголосовал за этого кандидата, хотя он вроде написал против. То есть там закон говорит, любой знак, то есть любой знак в квадратике он означает в голосовании. Но это обязательно только в одном? Если в два, в двух? Если в два, то бюллетень уже будет недействительный. Если не будет ни в одном, то это тоже бюллетень недействительный, и не будет он участвовать в голосовании. Если вдруг испортил бюллетень, что делать? Бывают такие случаи, правда редко, но если избиратель испортил избирательный бюллетень, он должен обратиться к тому члену комиссии, который выдал ему избирательный бюллетень, с просьбой выдать ему другой бюллетень взамен испорченному. порченого. Ему выдается другой бюллетень, этот бюллетень испорченный гасится, он снова расписывается в списке избирателей, а в получении бюллетеня же избиратель расписывается. И расписывается снова член комиссии, который выдал новый бюллетень. Делается отметка, что выдан другой бюллетень взамен испорченный. А испорченный, как я уже сказал, гасится соответствующим моментом. Ну что ж, в принципе, это все просто, все элементарно. То есть ошибиться, на мой взгляд, сложновато будет, но тем не менее. Спасибо за эту информацию. В последнее время тоже довольно-таки популярная тема, когда проходят выборы, это наблюдатели. Предвидятся ли они на этих выборах? Кто вообще имеет право присутствовать на избирательном участке? Он предусматривает, что каждый кандидат имеет право, во-первых, сам присутствовать на избирательном участке, может присутствовать его доверенное лицо. Он может направить наблюдателя, он может направить на каждый избирательный участок, территориальную избирательную комиссию, члена комиссии с правом совещательного голоса. Но наблюдателя также может направить и то избирательное объединение, которое выдвинул кандидат. То есть, если получается где-то человек 5 умножить еще на 4 кандидата, то, в принципе, на избирательном участке может находиться до 20. Мы говорим общим словом наблюдатели, но функции это разные. Это может быть член комиссии с правом совещательного голоса, это может быть наблюдатель, это может быть доверенное лицо, это может быть даже сам кандидат. — Ну что ж, в принципе, у меня вопросов больше нет. Я думаю, только что единственное, стоит напомнить, что это 13 сентября. — 13 сентября? — Да, со скольки до скольки тоже время просто. — Голосование проводится с 8 часов утра до 20 часов. Я хотел бы напомнить, что избирательный каждый голосует лично. Голосование за других лиц не допускается. Делечение выдается ему при предъявлении паспорта. А если он голосует по открепительному удостоверению, то надо иметь при себе открепительное удостоверение. — Ну и хотелось бы, наверное, от имени территориальной избирательной комиссии обратиться ко всем избирателям, прийти на выборы 13 сентября 2015 года, избрать депутата Государственного собрания Республики Башкортостан, нашу представителя в высшем органе, представительном органе власти Республики Башкортостан, ну и исполнить свой конституционный долг. — Спасибо большое. Спасибо за то, что пришли к нам. Знаю то, что сейчас довольно-таки напряженный у вас график такой, то, что вы делили время. Большое спасибо. — Спасибо большое. — До свидания.